Примерно полтора года назад я проводил несколько экспериментов и один из таких экспериментов заключался в том чтобы создать известь известь из обычных куриных яиц это наподобие помните раньше в старину обжигали ракушки или обжигали кости рога чтобы сделать и здесь вот наподобие этого и я использовал до обычную печь закидал туда корлупы яичной на раскаленные угли но к сожалению это скорлупа начала с треском разлетаться в разные стороны и мне удалось собрать только буквально пол ложечки пол чайной ложечки такой скорлупы по цвету она была такого белого цвета не такого цвета как обычно скорлупа где-то больше напоминающего снег цветом или известь тоже вот такого матового цвета когда я собрал ложечку и капнул то она растворилась получилось какому молочком белое молочко но к сожалению вся да что все что я туда положил это все разлетелось практически все поэтому я подумал как же собрать ее так чтобы в одном месте чтобы она не разлеталась взял консервную банку положил все это плотно утрамбовал в крупу положил на угли со всех сторон но к сожалению температуры это не хватило для того чтобы для того чтобы она расплавилась то чтобы стало белого цвета чтобы превратилась в известь данная скорлупа была такого черного цвета и я подумал может быть дальше до продолжать эксперименты может что-нибудь еще интересного получится тогда я попробовал после того как я добавил водички и она не растворилась я попробовал туда добавить соли добавил чайную ложку соли размешал и попробовал замазать в этом месте получается теплый кирпич был не горячий тепленький когда она высох данный раствор он также легко сошел то есть он он не было этой прочности видимо не хватило вот той температуры чтобы скорлупа полностью на превратилась в известь обжига не хватило температуры в банке в этой знаете кстати вот этот раствор что сделал он напоминает чем-то вот если взять горсточку цемента и добавить на ведро песка вот что-то подобное то есть всего лишь одну маленькую горсточку да вот не хватает вот крепление до стяжки хватает этого крепляющего вещества она есть очень очень слабо ну практически нету поэтому я решил делать так что добавил туда зал и и когда я добавил зал и прилепил этот раствор который получился был еще крепче даже чем модернизированный римский цементок о котором я очень много снимал видео помните да огнеупорный цемент изолы то есть этот раствор получился еще крепче и тут я вспомнил про тот старинный раствор до революционный которые использовали раньше так как сейчас сложно достать ту информацию и чего он состоит но очень многие в то время говорили про этот мощный раствор да и в наше время кто находит данный раствор говорят о том что он очень прочный навряд ли он и состоял из желтка и белка скорее всего возможно он имел тот же самый состав как я сделал да на яичной скорлупе скорее всего это и есть тот самый раствор но точно не могу утверждать потому что ну точной информации к сожалению меня нет может если у кого то есть напишите но я конечно не про этот раствор а про тот 1 который я вам сейчас говорил без зал и то есть раствор который состоит из обожженной яичной скорлупы соли и воды здесь он не получился поэтому я решил замазать вот тут у меня плита она треснула я решил замазать эту щель буквально через пять минут у меня удалось только верхний слой убрать то что ниже было оно спеклось настолько прочным стало по прочности наверно как такой мощ мощный камень типа гранита вот настолько плотный что как я не старался убрать у меня не получалось он настолько плотно сыпился вот с поверхностью с металлической раскаленный раскаленная плита была что я не просто удивился я удивился потом когда через месяц через несколько месяцев даже через год этот раствор все равно держался крепко это получается в прошлом году мы сильно топили печь и в этом году и только в этом году в середине зимы а мы топим печи очень сильно что плита у так выгибается только в этом году этот раствор стал понемногу распадаться то есть настолько сильно он цепляется с металлом раскаленный металлами так что вот такой мой эксперимент надеюсь то что я рассказал сейчас это может кому-то пригодится подписывайтесь на мой канал в яндекс м так как я сейчас одну там буду выкладывать свои видео и некоторые хорошие видео конечно буду здесь выкладывать в ю тубе до тех пор пока его не заблокируют но не все опять же только некоторые поэтому подписывайтесь цене но вам желаю всего хорошего до скорой встречи